Умар ибн Аль-Хаттаб Прямо напротив пророка и, упершись коленями в его колени и положив руки на бедра, сказал «О, Мухаммад, расскажи мне об исламе». Посланник Аллаха, салаллаху Аллахи васалам, сказал «Ислам состоит в том, что ты должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, совершать намаз, выплачивать закят, поститься в месяц Рамадан и совершить паломничество в Мекку, если сможешь добраться до нее». «Правильно», — сказал мужчина. Мы удивились тому, что он вначале спросил пророка, а затем подтвердил достоверность его слов. Затем он сказал «Расскажи мне о вере». Пророк, салаллаху Аллахи васалам, сказал «Ты должен верить в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и судный день, а также верить в предопределение с его добром и злом». «И это правильно», — сказал мужчина. Затем он сказал «Расскажи мне об исхане». Пророк, салаллаху Аллахи васалам, сказал «Ты должен поклоняться Аллаху так, будто ты видишь его, ведь если ты и не видишь его, то он видит тебя». «Расскажи мне о наступлении часа», — попросил человек. Пророк, салаллаху Аллахи васалам, сказал «Спрашиваемый сведущ не более спрашивающего». «Тогда расскажи мне о его признаках», — попросил мужчина. «Девушка-рабыня родит свою госпожу, а босые, голые и обездоленные пастухи верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов», — ответил пророк, салаллаху Аллахи васалам. После этого человек удалился, а пророк, салаллаху Аллахи васалам, надолго задумался. Затем он спросил меня «О, Умар, знаешь ли ты, кто спрашивал меня?» Я ответил «Аллаху и его посланнику это ведомо лучше». Пророк, салаллаху Аллахи васалам, сказал «Сам Джабраиль пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии». Продолжение следует...